До конца 2018 года Ивановский Кванториум распахнет свои двери для первых учеников. Детский технопарк – это принципиально новое образовательное пространство. Здесь ребята смогут заниматься 3D-моделированием, робототехникой, конструированием беспилотных летательных средств. И это далеко не полный список того, что предлагает школьникам Кванториум. Вообще у нас в Ивановском технопарке будет шесть направлений. Это виртуальная дополненная реальность, промышленный дизайн, робототехника, IT, аэронаправление и цех хай-тек, в котором дети будут изготавливать какие-то свои проекты. Технопарк занимает помещение площадью 2000 квадратных метров. Ремонт завершился еще летом. На него потратили около 80 миллионов рублей. Дети будут заниматься в суперсовременных учебных классах, оборудованных новейшей техникой. Почти все готово в кабинете виртуальной дополненной реальности. Мы будем обучать ребят работать с основными вещами, которые используются по данному направлению. Это очки, это камеры, это планшеты, это графические станции, чтобы создавать софт, программное обеспечение, использующий в своей основе виртуальную дополненную реальность. Открытие технопарка было запланировано на 1 сентября, начало учебного года. Однако из-за сложностей с закупкой оборудования сроки пришлось сдвинуть на несколько месяцев. В ближайшее время в центр поступят оставшиеся технологические новинки. К примеру, для занятий по аэромоделированию приобрели несколько квадрокоптеров. Детей научат проектировать их и собирать своими руками. Наше занятие будет заключаться в том, что детей учить строить беспилотные летательные аппараты, и их проектировать, запускать и уметь управлять этими сложными агрегатами. Государству на данный момент не хватает специалистов и инженеров, которые способны на такие вещи. И мы решили детей свиного возраста приучить к таким компетенциям, так как это очень важный навык. Общая стоимость ремонта и оборудования – почти 200 миллионов рублей. Ивановский кванториум – лишь часть масштабного проекта детских технопарков по всей России. По мнению руководителей центра, новый подход к образовательному процессу стимулирует молодое поколение, позволит воспитать инженеров 21 века. Предположительно, кванториум примет первых маленьких конструкторов уже в декабре. Ежегодно здесь будут обучаться 800 ребят, причем совершенно бесплатно. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.